Спасибо, напомнили. Котово практически готов. А где же его будем видеть? Я его только вчера доделал. А в прошлом году у меня не было, а он был такой маленький, что я не стал включать, потому что потом оправдывайся. 20 человек купят, а 21 скажет караул. Я тоже хочу. 30 скажет, 40. В прошлом году я жальдерей не включал даже. А в этом году я попробую зафиксировать рекорд. Ну кто поверит, ученые не едут. Мне нужно официально это все делать. Кто поверит, что там сейчас по наметкам по моим, еще если дерево не развалится, вроде 4 дерева потерял. Если дерево не развалится, 30-40 ледов сейчас на нем висит, если дойдет до этого и не развалится. Помните, как оно в леде? Я уже подпорок подоставил. Ну вот так вот растет. Ну а ствола. Вот. А так, корточкой задели, будет даже перебор. Так, Мария, спасибо, буду ждать заказ из Тюмени. Теперь Борис Соловьев пишет. Четвертый час пошел. Терпеливый вы мои. Борис Соловьев. И давайте больше не пишите мне еще вот вебинары. Не пишите мне в частном порядке. Четвертый час пошел. Я-то терпеливый. Я и по пять, по шесть часов в фильме снимал. Все это самое. Гордился собой, какой я. Так. Борис Соловьев пишет. Ага, вот. Вы хвалите Мария, как защитника деревьев. Но сливы из ваших коцечек. Который год покрылись всеми веточками. Спроснику Мария, Витлеве, что делают. Значит, они у вас не живут. Во-первых, я сто раз говорил. Я хвалю Мария, хвалю. Я это самое. Только сегодня разводил. Сам лично я разводил Аллатар. Вот. Так. И когда я его взял, я попросил помощника. Я помогаю Сергею. Вот попросил помощника опрыскать все сливы. Сливы, заметьте, сливы. Вот. И яблони. Питомники. И я всю жизнь говорил. Я говорил об этом несколько десятков раз. Я богатворю муравьев. Но. Именно питомник должен защищаться от тли. Не от муравьев. От тли. Питомник. Это означает. Я расшифровываю. Уважаемый Борис. Я расшифровываю. Питомник. Это значит такой же чистый сад от этих. От травы. Не травинки. То есть. Это черный пар. На весь момент пока питомник существует. Выкопали саженец. Один. Второй. Десятый. Продали. Одиннадцатый. Получше. Покрупнее. Остается навсегда. Через два-три года питомник выдавливается. Потому что эти деревья растут. Занимаются. Восемь. Вот. Но. Пока существует питомник. Опрыскивание несколько раз каждое лето. Это иначе не продать. Иначе не заработать денег. Вот. И тут. И опрыскивать не от муравьев. Никаких муравьев. Никакой. Это все глупость. А именно от тли. То есть. Аллатар. До этого очень сильное средство было хорошее. Мне нравилось. Оно исчезло потом. Какая-то каратэ. Вот. Был еще несколько. Я их не запоминаю. Я беру любое средство. На нем написано. Я. Я. Как бы. Продолжается наша лекция. Вот. Как я делал сегодня. Там у меня поможтик. В саду. Я его оставил. Но прежде чем уехать. Я его развел. Сам лично. И сказал. Вот. Это было между дождями. То есть. Дождь закончился. Мы ждали. Я ждал. Ждал. Все. Еще один. Это сегодняшний случай. Как раз к этому месту. Я дождался пока высохнуть. Солнце. Сразу. После дождя. Высохли листья. Я ему показал. Вот. Теперь. Десяток слив. Пяток яблок. Вот. Стрей. Опрыскиваешь. Я стою рядом. Опрыскивал. Скоро. Теперь. Мы ждем. Сожгем листья или нет. Потому что. Я не доверяю никому. Я не верю этим изготовителям. Вот. Этих ядов. Ждем. У меня был единственный случай. Но я. Два дерева сжег. То есть. Листа после моей обработки. Ну так же. Там. Пять миллилитров на ведро воды. Никакой ошибки. Я же не могу. Десять. Вместо пять. Пятьдесят миллилитров. Я же не такой тупой. Считать-то умею. Вот. Хотя. Плохо. Одно ведро воды. Все. А. И два дерева сгорели листья. С тех пор я делаю два приема. Развел. И несколько деревьев. Малоценных. Попрыскал. Жду. Сгорят. Нет. Вот так получилось. Сейчас. Рыв. Вот. Видишь. Утром еще смотрим. Я же учу заодно. А вдруг. Черт надолго. Я его показываю. Значит. Вот. Зеленая тля. Она уже скрутила листья. Она. Частично на сливах. И на яблони. Вот. Листик развернул. Прыскал. Листик запомнил. Завтра увидим мертвых. Клюх. И увидим. Что листья не сгорели. И завтра начинается уже полностью. Вот такой баллон. И пошел. Все подряд. Вот баллон на плече болтается. Напишет. Нахачал. Воздуху. И пошел все подряд. Но вначале убедился. Что действует на тлю. Но не действует на это. На листья. У меня опыт богатый. Всяка была в жизни. И вот получается. Считаем по новой. То что вы написали. Вы хвалите муравьев. Вот. Я с муравьев не воюю. Но питомники. Они являются. И соперниками. Нет. И мы живем в тех краях. Где. Вот. У. Когда-то. Где-то первое появились сливы. Именно там. На своей исторической родине. У них. Выработался иммунитет. Такой. Что там. Их. Не берет. Вот гусеница. Начала грызть. Отоврелась. Умерла. Но вот она переезжает в другое место. И она не знает. Что такое тля. Эта тля не повсеместно. Есть тля. Она тоже делится на. Там. Я не буду вам лекцию читать. А десяток видов тлей. А с одной видом тли. Она справится. Иммунитет. А другой она не знает. И дерево не имеет иммунитета. И он начинает тля. Это сосать. 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 И так и получилось. Что у нас в Сибири сосет. И вчера. Мне не зря. То есть сегодня. Не зря этим. Учил человека. И учил его. И готовил сам смесь. Вот это. И ничего мы не можем поделать. У нас все сливы. Ринхлоды поражаются страшно. Тлей. Вот. А муравей. Это вторично. Он ни в чем не виноват. Тля появляется. Ее разносят. Я в сотни раз видел. Я глядел. Я не могу. Иди с фотоаппаратом делать. Такие вот. Размывается. Не могу я делать. Не специалист. Вот. Но тлю приносит тля с крылышками. Мама тля. Потом уже. Когда. А это самое. Тля подрастет. Когда она станет взрослой. Тогда появляются муравей. Но это вопрос. Несколько людей всего. Она быстро растет. Она взрослась. Буквально за искренне становится. Это тля. Вот. И. Попадают муравьи под раздачу. Брыскают тлю. Погибают муравьи. Я ничего с этим поделать не могу. И причем тут вопрос уже не так стоит. Что хвалите муравьем. Если муравьев сейчас уничтожить. Ненависть к ним запредельная. Помните я рассказывал. Извините. Четвертый час. Я не могу остановиться. Вот. Ненависть к ним беспредельная. Ага. Вы вот берете муравьед. Значит. Вокруг рассыпали. Муравей наступил ножкой. В этот самый яд. Занес муравейник. И весь муравейник мертвый. Но это один муравейник. Подумай что потом деревья беззащитные. Без муравей они полностью беззащитные. Некому жрать всю эту нечесть. Вот. Но когда то изобретут. Это. Понимаете. Есть атомная бомба. Которая сразу уничтожает. Миллион человек. Даже маленькие атомные бомбы. Уничтожали сотними тысяч японцев. Вот. А самая маленькая атомная бомба. Это тот кто придумает. Генетическое оружие. А он посмотрит. Ага. Муравейник. И копыт откинул. Раз. Лапками кверху. Два. А то что потом. Все муравейники соединены между собой. Так же как все грибы. С грибами. Ненависть к грибам. Грибы. Основа жизни на земле. Грибы. Не знать этого. И бороться с этими фунтицидами. Это. Понимаете. Ну что ты будешь делать. Ну вот такой у нас это. Наука. Учила. Учила. И сама запуталась в этом. И вот это. Те кто придумает генетическое оружие. Борьба с этими грибами. А они все на всей планете соединены. Все. Это один организм. Это один организм один. Иногда его пугают. Что вы там. Однажды они уничтожат. Человечество. Грибы. А вдруг. Глупость величайшая. Вот. Есть супер грибницы. Все это есть. Но это там где удобно. А где неудобно. Они никогда нас не тронут. Вот. И вот. И так же и муравьи. Есть муравьи по 100 миллионов в одном этом самом. Гигантское сооружение. Искусство настолько, что нам и через тысячу лет со всей нашей наукой, технологией не создать подобие даже муравейника на 100 миллионов жителей. 100 миллионов жителей в одном муравейнике. Идеальная атмосфера. Идеальная вентиляция. Как перегрев. Как спасаться от холода. С его фабриками. С грибницами. Грибные фабрики. Все, что это самое. Родительное отделение. Солдаты. Все. Полностью это. Автономное. Только им нужно огромное количество пищи. Вот этим 100 миллионов муравьев, которые вот эти гигантские муравьи. Им нужно пищи. Тонны. И они эту пищу перерабатывают и отдают нам, деревьям. Они не дают возможности расплодиться всей этой сволочи. Та, которую мы называем вредной населенностью. Они тоже не вредны. Это просто пища. Она пытается свое урвать. Где-то лист сгрызть. Для этого надо, чтобы дерево имело еще свое, это называется, иммунитет. Здоровое дерево. Я же взрослые деревья. Я клянусь Богом, я не поливаю их, не подскажу к ним. Там тоже есть свернутые листья. Там по некоторым ползают муравьи. Но не в гигантском количестве. Когда вы видите муравьев, которые сплошные, вот так вот. Прямо, как сказать, непрерывная цепочка. Мне удавалось таки видеть, когда я деревья окалечил. А вторая вниз пошли. Свою получили долю. Те же тлю обработали, как коров. И вниз пошли. Но это только на искалеченных деревьях. У меня ни грамма нет. У меня ни грамма нет яда. Ни единого грамма. И я не собираюсь с ними бороться. Тут же свернутые листья. Тут же созревают плоды. Тут же под ними муравейник под некоторыми. Прямо буквально аж закопанная часть питомника. Ой, часть штамба. Теперь возвращаемся к тому, что вы написали. Вы хвалите муравьев, казачьи, деревья. Вот. Но селебы покрылись муравьями тлей. Тлей покрылись. А муравьи жрут. И еще. Короче, тогда получается. Так что? Если говорить, короче. Значит. Боритесь с трой, а муравьям не повезло, которые попали под строю. Вот все. Теперь благодарю. Но у меня не питомник, открытый грунт. Вот. А какая разница? Если саженец. Вот такой. Вы сами сказали. Так. Покрылись. Какая разница? Второй год. Пусть это не питомник. Но второй год это что? Взрослое дерево? Это что, мое дерево в питомнике? И там у Сергея? Второй год ему. Что ваши пустят в открытый грунт? Разница в чем? Молодое дерево требует защиты. От тлей. Не от муравьев. Ну все, как же закончили, ребята. Давайте расставаться. Значит так. Еще боюсь дать команду заказывать. У меня получается так. Каталог вроде бы готов. Там еще упоминается книга, которая сегодня распродана. Которая, которая, я считаю, самая ценная, что с удовольствием на данный момент. Не считая, что будущее будет еще ценней. Раз. Косточки. Цену видели новую? Чуть-чуть поднял. Извините. Иначе не выжить. Так. Вот. Каталог почти готов. Но появляется как? Вот сейчас уже можно заказывать. Вот так. В принципе. Ну это да, люди обстоятельства. Вот он видит вот такой. Хочет такой. Заказывайте. Потом появятся какие-то отклонения. У меня же фаины. Сколько деревьев, столько фаин разных. Она же тройной гибрид. Она и расползлась. Это у одного папы, это у другого. Папу. Понимаете? Даже не кусочки, а прививки. И те расползлись к качеству. Так. Не знал бы, что это череки с военными. И ни за что бы не догадался бы. Что же выросло? Вот. Получается. Обстоятельным людям можно сейчас заказать каталог. Так. Прикидывать, что через месяц-два уже можно заказывать именно абрикос. Все остальное, если дябрь-октябрь. Все остальное. Бывает плохая осень, долго созревание. Вот. Ну, абрикосы июль-август. Все, заканчиваем, друзья. Прощаюсь на неделю. Мне нужно, чтобы вот как мы создали вот это вот. Долго искать. Ладно, не буду. Вы видели оглавление книги. Нам надо еще делать. Мы с вами сейчас делаем книги за номером 4, 5, 6. Мы с вами делаем. Поэтому нам нужно, чтобы мебинары продолжались. Вот. Просто так не бывает, что я захотел и придумал. Я куда знал, что сегодня я услышу про это, про опыление. Пшеница кукурузой. Пшеница кукурузой. Шок для меня. Пшеница кукурузой опыляется. Я услышал по телевизору. Тут же взял, набрал это самое. Вот эту вот штуку. Извините. Не все же отключитесь, да? Где тут она была-то? Пшеница, пшеница, кукуруза. Что, наверное, убрал? Да. Жалко. Ну, чтобы вы же поняли, что если кукурузой можно опылить пшеницу, изменить качество зерна, там мы что, рыжие? А? Мы что, рыжие? Ну, пусть я не смог ответить на вопрос, что качество будет, для тех, что вы видели на фотографии. Да, сказал мне, не сказал нибудь, я с ком не знаю. Но в этом и есть волшебство садоводства. Ведь я жду в этом году 10-20 несортов. Нет, ну, что-то необычно. Я этим живу, я этим жду. Мне не нужно, чтобы вот на дереве, вот, видите, красивые красные плоды. Мне не нужно, чтобы из косточек, или там, если взять с него черенок, вот точно такие были. Я хочу, я хочу не знать. Пусть такие. Пусть другие. Мы посмотрели, Латинков сохранял, сохранял качество, блин, королевского серафима. Помните? Он сохранял качество. Он вам предъявил готовые взрослые деревья, снял фильм, и говорит, это королевские железы, это фаидные железы, это это самое, серафим железы. А я смотрю и не узнаю. А это прививки были, я моченки вышел. Ну разве это не волшебство? Вы видели, какая красота у него на деревьях? Ну и что, я обманул, что у него это самое, королевские, на мои королевские не похожи. Там такая красота висела. Вот давайте делиться. На первый, второй. На первый, это те, которым надо обставательно, ну тогда, извините, ждите черенки. Вот. А остальным, кто скотчик на счет, дикарей не обещаю, 120 грамм не обещаю, как повезет. Вот такой мой ответ. До свидания, друзья. Мы с вами прощаемся на неделю. Ради того, чтобы появлялись новые книги. Вот. Все мои вебинары сплошно экспромт. Бывает, заканчиваю, думаю, повторяю съемку, то есть включаюсь уже, это самое, второй раз смотрю сам себя и думаю, господи, это что это такое? Я же когда вебинар начинал, я этого сам не знал. Представляете, таких случаев сколько? Несколько десятков. Сам не знал, что буду говорить. Все. До свидания, друзья. Прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова